Доброго времени суток! Вы на канале Ирина Бауэрд Дальнебой со мной. Мы с вами находимся в Вирджинии. Ирина в Норфолк, Вирджиния. И вот так выглядит океанчик. Я так немножко не могу держать телефон в руках, конечно. Потому что неудобно, трафики вообще не положено держать. Мост идет, они там еще строят мост с правой стороны. Мы сейчас будем проезжать туннель под океаном. Прикольная штучка. Поэтому... Посмотрим, да? Я уже почти подъехала к разгрузке. Я сегодня загрузилась. И сегодня доставочка. У меня на 11 вечера, как я и говорил. Поэтому... Как-то так. И мы идем сейчас под низ, туннельку. Под океаном. Под водой. Вечерний трафик в Вирджинии. Я ожидала хуже. Но здесь так, нормально. Не сильно плохо. Не сильно плохо. С трафиком нормалек. Вечер замечательный. 35 по Цельсию. И почти... Без 5,7. Показывает, что я буду в 7,15. На разгрузке. Но у меня на 11. Поэтому я остановлюсь. Я не думаю, что они меня раньше разгрузят. Хотя, кто его знает. Попробуй попросить. За это не бьют, да? Разгрузят. Будет хорошо. Не разгрузят. Ну, это ихнее право. У меня на 11. Сегодня такой денек был продуктивный. Я разгрузилась, загрузилась. Там 4 мили, а недалеко была загрузочка. Сегодня и завезла этот груз практически уже на месте. Нормалек. Хорошо. Оплатили замечательно. Поэтому можно ездить. Неплохо. На навигаторе показывает, что мы едем по воде. Потому что реально вокруг нас вода. Тормоза мои пищат. Знаете, что мне нравится еще в Америке? Что у них все так продумано. Вот с умом. Они если что-то делают, они очень... Вот много здесь машин, да? Они сделали много всяких развилок, мостов. Нету вот большого скопчения машин. Никто друг к другу не лезет, не впирается никуда. Вот даже с этим вот придумали вот подземным таким, да? Переходом под океаном. Тоже прикольно, да? Вот это что надо было кому-то додумать. Под водой сделать такую туннель. Круто. Я вот еще вообще как человек бывшего Советского Союза, я поражаюсь иногда. Да, вот как американцы мыслят, да? Вот так мы, наш народ, они так не мыслят. Как-то все с умом у них, вот у американцев. Ну, опять-таки, может, потому что... И, конечно, американцы это не замечают, они считают, что это норма вещей. А я так, как человек другой страны, я это всегда подмечаю. Вот всякие нюансики маленькие. Как американцы мыслят, как они строят что-то, как они что-то делают. Всегда, в первую очередь, думают о удобствах человека, да? То, чтобы человеку было удобно, ну, как-то с умом. Все с умом. Просто вот еду, вам блаблакаю, ну, рассказываю реальную жизнь Америки. Я всегда за правду, поэтому я всегда говорю, как есть. Я кажу, что е, то е. Далеко мы видим свет в конце туннеля. Уже хорошо. Да, уже хорошо. Уже классно. Этот туннель, я напоминаю, чем-то киевское метро. Вот так, с плиткой вылаживали его. В Киеве. Ну, метро обычно, да? В Москве тоже, я помню, когда мы ездили в 90-х, оно похоже. Советские метро, они были похожи все своим, дизайном своим. Мне босс нашел на завтра уже груз. Я высплюсь. В 12 надо поехать забрать его. Тоже хорошо. Короче, работаем на полную катушку. Молодец, мой диспетчер. Здесь ремонт дороги, друзья, поэтому не обращайте внимания, что немножко дорога такая вот, никакая. И еще океанчик с обоих сторон. Мы очень близко возле Вирджиния Бич. Популярный такой знаменитый пляж Вирджиния. Там далечезно стоит такой огромный корабль. Если не смогу я его приблизиться по любви пути. Ну да, немножко видно его, да? Помню. Ну, я бы какой-то, даже, рабочий корабль. Вот так, да? Видно, наверное, да? Надеюсь. Надеюсь, что видно. Очень неудобно, когда едешь за рулем и снимать. Это очень неудобно. Поэтому видео не очень такое качественное. Кручит камеру быстро. Ну, пытаюсь вам что-то показать, да? Как могу. С обоих сторон вода. Эти сваи, что они позабивали, походу, расширять будет этот мост. Вечер. Солнышко садится потепенно. Небо красивое стало. Тучки такие легенькие. Мы с вами уже заехали в городишко Норфок. Штат Вирджиния. Кому интересно, загуглите. Норфок. Я была здесь как-то пару месяцев назад, наверное, может, месяц даже. Может, больше чуть-чуть. Норфок. Мне нравился. Это городишко тоже приокеанский. Такой красивый. Сегодня мне загрузили Mountain Dew, Pepsi, короче, ну, всеми этими делами. А дядька сидит рыбачить со себе вечерком. И бутылки нижние я так тоже перекосила их. Я боссу выслал свою фотку, говорю, боюсь, что мне сказали мне потом, мы это забираем, что сверху, а снизу, что хочется с ними делать. Так как вчера печенье вам снимало. Ну, такое может быть. И потом будешь думать, что делать с этим Pepsi, куда его выкидывать. Ай-яй-яй, перекосанное такое все. Но он сказал, нет, это ничего страстного. Спросил брокера нашего. Он сказал, все нормально, все окей, можно брать такую продукцию. И должны сказать, что мы не будем брать. Ну, надеюсь. Чуть-чуть вот за это тоже думают. Потому что там большущий палет, и он такой весь внизу вот полностью бутылки наискосяк поставлены неровно, а наискосяк. Ну, они обвернуты такой пленкой, поэтому, ну, надеюсь, что будет все хорошо. О, здесь нормалек уже. Замечать. Получше дорога. Я еще заметила такую вещь, что в этих южных штатах вот Каролайна темнеет быстро. Ну, Каролайна, понятно, горы. Ну, Гординя тоже, кстати, горная местность. Ну, быстрее здесь темнеет, чем у нас там на середине Америки. Я сегодня, получается, восход солнышка встретила и закат провожаю. Прикольненько. Классненько. Сегодня, кстати, у нас понедельник. Закат пришел уже в моем случае. У вас уже пришел вторник, если вы это смотрите. Заборы для шумопонижения жителей обычно ставят возле хайвеев такие заборы. Я когда-то отвечала на такие вопросы. О, кстати, меня сегодня подписчица Вера, по-моему, вас зовут. Вы меня спросили, как долго я в этой профете. И, по-моему, вы спросили, почему я решила стать на любое. По-моему, я не буду утверждать. Я не помню ваш точно комментарий. Но я знаю, что вы точно спрашивали, сколько лет. Я недавно совершенно, ну, будет три года на Новый год у меня, как я работаю в этой профессии. Но в этой профессии это уже и много. Потому что, ну, как-то так, да. В этой профессии это, конечно, если человек выносливый, он выносит быть от дома, не быть дома постоянно. Не все люди могут вот это перенести, да. Поэтому многие хотят быть дальнобойщиками, но они не могут перенести тот факт, что им надо быть постоянно вдали от дома. Не спать дома, да, то есть не быть дома. Поэтому это уже долго я работаю. Я выносливый человек, и, наверное, это вот прошло. И переломный период, да. Поэтому почему я захотела стать дальнобойщиком? Ну, мне нравится, как я говорила, путешествовать. Ну, так, я не знаю, вы спрашивали ли это, нет. Я просто скажу, как я и говорила в предыдущих роликах. Просто обожаю путешествовать. И эта профессия дает мне возможность это делать каждый день. Видеть эту замечательную страну, которую, конечно, за жизнь ты все не увидишь, если будешь работать с утра до вечера, да, как на любой компании, там, на заводе, на паблике, даже, ой, извините, что меня надо поставить хорошо. Штуку эту. Неровная дорога, и падает постоянно телефон. Просто надо штучку поставить неправильно. Дело в том, что работа на заводе, когда ты ждешь отпуска целый год, потом не знаешь, куда его приткнуть, конечно, ты не можешь много путешествовать по Америке, там, да, нет такой возможности. Будучи в этой профессии, ты каждый день имеешь возможность зарабатывать очень классно и в то же время получать удовольствие. Такому человеку, как я, это наслаждение. Я обожаю. Я обожаю то, что я делаю. Для меня это просто удовольствие. Я человеку вообще по жизни не люблю, не люблю быть зависимым от чего-то, от кого-то, да, да. То есть я, я с тобой вот сама по себе человек, да. И для меня это круто. У меня нету начальника на шее, мне никто не говорит, когда мне встать, когда мне сесть, когда мне покушать. То есть это, как-то ты свой день сам планируешь. Это тоже мне нравится. Ну, это уже, наверное, обращает дальнебой вообще, да. Вот каждый человек в любой стране это, конечно, ощущает, наверное. Быть вот сам себе начальником. Это круто. Вот. Наверное, вот много причин, почему я захотела. И как-то уже такой физической у меня силы не было вот работать где-то на заводе, да, вот постоянно каждый день что-то делать. И то же, и то же. Как-то оно проедается тоже. Вот за сколько лет проедалась вот эта рутина одна и та же каждый день. Одни и те же лица. Ну, как-то так. Вот моя, наверное, причина, почему я дальнебой. Даже вот с этим отпуском, вы знаете, вот я захотела вот поехать до сестры, да. Я сегодня своему диспетчеру говорю, слушай, мы эту неделю погоняем. Я планирую свою работу. Я хочу поработать больше. и потом отдохнуть больше. Я это могу сделать. То есть он мне не скажет, о, я не могу, у меня там уже Вася, Петя набрали там, вот пускай, ты не... Ну, я не могу тебе писать там. То есть я ему даю время на то, чтобы он мне, ну, дал мои дни, которые я хочу иметь. И он мне это сделал. То есть без проблем, да. Я вот взяла себе, я хочу взять себе недельку поехать к сестре. Ну, и так и дома побыть, и к сестре съездить. То есть вот какую недельку отдохнуть просто. И все, я ему только сказала, и все без проблем, да. Так же и с отпуском. Я ему скажу, мне там я хочу взять отпуск, поехать там в Европу, например, да. Все, без проблем. Ты ему только заранее дай знать за пару недель, и все. Эта профессия тоже дает тебе эту свободу в этом, да, в плане. Вот. Ну, много плюсов. Конечно, есть свои минусы. Я же говорю, если человек живет, и у него дети маленькие, там, ну, особенно женщины, наверное, это вообще невозможно делать. Это когда у тебя дома детки маленькие. Ну, я не знаю. Вообще, наверное, невозможно. У меня просто другая ситуация. Это, конечно, по ситуации смотрит каждый человек, да. То есть, может, есть и минусы, конечно, да. Не спать дома, не жить, не... Я вот себя вот иногда думаю, да. Я живу, да. Классно, вот, когда я дома. У меня все есть. Я достаточно, самодостаточный человек, да. Мне некогда пользоваться этим всем, да. То есть, эта машина, она пропадает поедет, потому что она стоит постоянно. Там, ну, все, когда я все имею, но не имею возможности этим пользоваться. То есть, у меня нет времени. Да, я постоянно где-то ежу. Но меня это не напрягает, потому что я люблю то, что я делаю. То есть, это уже, да. Это уже человек, конечно, выбирает, что ему нравится. Или сидеть дома и пользоваться всего, над чем он трудился. Или путешествовать, а потом старость, если Бог даст жизнь. Я так планирую, что буду просто вот отдыхать. Ну, друзья, я же не знаю, как будет дальше. Я живу сегодня. Завтра не мой день. Сегодня я хочу работать, путешествовать, совмещать приятное с полезным, да. Вот сегодня так у меня. Как дальше будет, я не знаю. Самолет полетел какой-то вроде бы, да. На камере видим. Заехали в городишко Норфолк, Вирджиния. Надеюсь, что хотя бы разрешат мне стоять там до своего аппоитмента. Надеюсь. Ну, кто его знает. Посмотрим. Если что, буду искать что-то, где можно припарковаться. Так вот быстро приходит вечер сюда. Заметно очень. Было так солнце, солнце, потом бум, и все, уже начинает вечереть. Очень даже заметно. Вот получился такой ролик. Я даже не планировала уже делать ничего. Ну, так получилось. Ну, хорошо, да, друзья? Вы со мной попутешествовали, проехались по Вирджинии чуть-чуть вечерней. По вечернему городу, туннельке, увидели океан. Классно, да? Не выходя из своей квартиры и дома. Супер. Ай, ты, та сонечко вийшло. Ну, десь заховалось там было. А зараз вышло. Показывается по трошке. Такая улица красивая, широкая. Люди так живут спокойненько здесь. Красиво, уютно очень. Но это тропический штат, да? Теплый штат. Поэтому, конечно, здесь будет так вот все ненавязчиво. Как на Викейчен, как в отпуске. Те штаты, они так приезжают, и ты так чувствуешь такая обстановка, да? Вот как как в отпуске. Да, красивый, конечно, закат сегодня. Небо так отражает. Красиво. У меня еще стекло немножко грязновато, друзья, извините, пожалуйста. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Скорая помощь куда-то погнала. Кому-то сегодня не очень хорошо. Вечер не удался. Друзья, не хочу долго записывать, потому что меня уже и так показывает 22 минуты. Я вас благодарю за то, что вы со мной проехались, уделили время для меня. Ставьте лайки, комментируйте, продвигайте мой канал. Наберем тысячу подписчиков. Я знаю, что многие из вас всегда просят меня выходить там в эфиры, да? Я буду это делать, только когда смогу иметь тысячу подписчиков. Смогу иногда к вам выходить. Не обещаю, что часто буду это делать, но смогу. Поэтому это зависит от вас, как быстро мы наберем людей, да? Вот. Но это не есть мои цели, поэтому поймите меня правило. Я не то, что там вот прямо мечтаю о тысяче подписчиков. Конечно, нет. Это мое хобби, как я говорил. Я не стремлюсь к каким-то средствам дохода и все остальное. У меня работа есть для этого. Это просто хобби. То, что вы у меня классные люди, я смогу с вами общаться в эфире куда-нибудь. Поэтому ставьте лайки, комментируйте, продвигайте канал. Я вас благодарствую от души и я к вам обязательно вернусь у своих новых роликов. До новых встреч в Ютубе! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok